Биткоин упал сегодня на фоне больших опасений по поводу очередного крупного банкротства – криптобанк Silvergate. Долбанный Silvergate Silvergate – один из двух крупных банков, которые за последние несколько лет отошли от консервативного курса и начали банковское обслуживание криптобиш и других поставщиков криптоуслуг. Если вы пользовались FTX, Binance или Coinbase, вы косвенно пользовались Silvergate, который обрабатывает примерно 11 миллиардов общих активов. Трудно сейчас оценить влияние, которое может оказать крах Silvergate на криптовалютные рынки. Долбанный Silvergate банк, ребята, что еще тут скажешь? Снова пролили биток. Хотя, в принципе, если мы отдалимся с вами и посмотрим хотя бы на дневки, то у нас тут вполне себе ожидаемая коррекция к сетке EMA Ribbon. Собственно, мы ее дважды тестируем. И более того, друзья, что самое интересное, у нас тут есть скрытая бычья дивергенция. Посмотрите, у нас RSI переписал low, а цена еще не переписала. И вот самый важный момент, ребята, если сейчас биткоин удержится выше уровня 21500, то у нас, ребята, подтверждается скрытая бычья дивергенция на дневном таймфрейме и также на двухдневном таймфрейме, если вы посмотрите, то же самое. И в чем суть вообще этой скрытой бычьей дивергенции? Да в том, что у осциллятора, посмотрите, значение более перепроданное сейчас, при том, что цена находится выше. То есть это о чем нам говорит, что цена идет наверх, а перепроданность уже большая, чем была вот здесь. И на моей практике скрытые бычья диверы гораздо более мощные, чем обычные дивергенции. Поэтому, смотрите, сетка EMA ribbon опять же здесь бычья, мы просто ее тестируем как поддержку. И на недельном таймфрейме вообще у нас только-только, собственно, только-только-только что-то вообще похожее на разворот сетки происходит, как вы можете видеть. И разворот money flow тоже из красной зоны в зеленую. Поэтому, что тут скажешь про локальный дамп, ребята? Да, мы упали, упал биткоин достаточно сильно, хотя для него это вообще нормально. То есть мы всего лишь скорректировались опять же там на 5 процентов. Несмотря на акции Silvergate, которые упали, да, там на 60. В четверг акции Silvergate упали примерно на 60 процентов после того, как банк сообщил, что не сможет подать свой годовой отчет в СЕК к 16 марта. Это настоящий банк, он базируется в Калифорнии, ведет свою деятельность 1996 года. Но вы, скорее всего, слышали о нем, как о криптобанке. Он обслуживал таких клиентов, как Coinbase, Gemini, FTX, что является большой причиной того, почему их акции упали сегодня на 50 процентов. Потому что вчера Silvergate сказали, что им требуется больше времени, чтобы заполнить отчетную форму 10К. То есть, по факту, им нужно больше времени, чтобы подсчитать свои резервы после разрушительных последствий последнего криптокраха. И после всего этого им понадобится больше времени для того, чтобы понять, устойчив ли их бизнес в принципе, и сможет ли он дальше нормально функционировать. Итак, в сухом остатке Silvergate заверяет, что тщательно работают над заполнением отчетной формы 10К в кратчайшие сроки. Однако трейдеры пока сидят на заборе. Ну, мы все еще по теханализу можем упасть еще раз так же, допустим, куда-нибудь на 21 тысячу или даже ниже, там, 20 заколоть. И это будет абсолютно нормально. Но, тем не менее, не забывайте, смотрите, здесь какая плита. Удерживают цену, не пускают ее пока в моменте. Ни выше, ни ниже вот этого канала. В принципе, можно скальпить для тех, кто любит торговать этим, ребята. Я что делаю? Я потихонечку снова запрыгиваю в позиции на байбите. Посмотрите, кстати, на Ripple, что я вам хочу еще сказать. Да, биток, окей. Да, биток упал и не отрос вообще. То есть, ну, как бы, вот, мы лежим на дне. Но посмотрите на Ripple, ребята. Ripple уже закрыл все это падение. Причем еще несколько часов назад. И сейчас тоже консолидируется на потенциальной поддержке. И также ведут себя многие альткоины, если мы по ним пощелкаем. Ну, лайткоин пока еще только на середине пути закрытия падения. Эфир классик тоже чуть повыше забрался. Но Ripple вообще показывает нам, что, в принципе-то, есть силы в рынке. И да, ребята, это мы смотрим локальный таймфрейм. Эта информация вообще может устареть. Пока я буду выкладывать это видео, поэтому буду заканчивать это видео, друзья. Смотрите, что сейчас может произойти. Если все пойдет вниз, то это, конечно, шорт. И по Ripple тоже. И все пойдет вниз. Тут надо быстро реагировать сейчас. Но, как вы поняли, всех вытрусили с рынка. Все этой шумихой с новостями. С очередным потенциальным скамом крупного банка. Хороший ли это заходной налонг? Вот что я вам хочу сказать. Тоже надо понимать. Посмотрите, по TRDR у нас тут на разных таймфреймах эти сигналы по-разному отрабатывают. На пятиминутке вот он сигналил здесь трижды, что это сильный уровень. И вот мы его пока держим. В стакане плита по 22 тысячи. А если мы посмотрим тот же Ripple, то тут вообще все сигналило, что очень крупные покупки. Вот видите, как вытолкали цену. Посмотрим Dash, к примеру, давайте. Dash просто аномальные покупки. Dash покупают всегда просто плита. Вот ее, кстати, только что скушали. Тут была плита по 68. Просто бронебойная. Вот сейчас она, кстати, возможно, что заканчивается. Но тем не менее, ребята. Короче, ставим лайк обязательно, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, кто у нас новенький. Если вы за то, чтобы провести подробный стрим с разбором альткоинов, с разбором моих сделок, сегодня, позже, вечером. А пока у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Всем профитроли. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok